В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главные темы дня. Только попробуйте. Федеральная антимонопольная служба приступила к охране цен на необходимые продукты. Ишь ты, масленица! Вопреки запретам, рязанцы жгли чучело и провожали зиму. Шесть утра, американо. В праздничные дни на сцене Рязанского театра драмы состоялась премьера удивительного спектакля. Уровень наценки на необходимый перечень продуктов питания не должен превышать 15%. Об этом сегодня нам заявили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. Ведомство ежедневно мониторит изменения цен и в случае необоснованного повышения готовит крупные штрафы. Рост цен на базовый набор молоко, сахар и подсолнечное масло Федеральная антимонопольная служба взяла под особый контроль. Ведомство ежедневно мониторит динамику на социально значимые продукты. В начале года по инициативе Федеральной антимонопольной службы крупнейшие федеральные торговые сети на территории Рязанской области достаточно большое количество торговых объектов, представленных сетями «Магнит» и «Пятерочка», взяли на себя добровольные обязательства и ограничили собственные розничные торговые наценки. Уровень торговых наценок к ценам поставщика на значимые продовольственные товары, перечень установленных правительством Российской Федерации, не превышает 15%, по каким-то позициям доходит до 5%. В марте торговые сети подтвердили свою приверженность новым экономическим реалиям. Выше 15% максимальная наценка на продукты первой необходимости быть не должна. Это аксиома. Местные ритейлеры правила игры приняли. И, например, на молочную продукцию, бакалею, хлеб, масло, сахар и соль. Наценка в пределах заявленных цифр. Важно, наверное, для жителей отметить, что на сайте Федеральной антимонопольной службы есть телефон «Горячая линия», куда каждый гражданин может позвонить и сообщить в управление о факте роста цен не только на продукты питания, но и на любые иные продукты, с которыми он столкнулся. Эта информация сейчас аккумулируется нами, аккумулируется по всей стране, оперативно доводится до сведений от центрального аппарата. И она позволит нам более оперативно принять мир реагирования и представлять о том, какая текущая ситуация складывается на продовольственных товарных рынках. Если вас что-то возмущает, жалуйтесь. Обращения в антимонопольном ведомстве ждут на электронной почте. Каждый сигнал от граждан проверяют контрольными закупками. И в случае выпиющего нарушения обещают меры принимать незамедлительно. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Из Рязани в сторону братских республик ЛНР и ДНР отправился первый автопоезд с гуманитарным грузом. Десять машин везут около 80 тонн самого необходимого. Продукты рязанских производителей, средства гигиены и другие товары первой необходимости. Наши грузовики легко узнать по надписи на бортах, где вместо русской «З» красуется символ военной спецоперации «Латинской Z». Десять машин – это очень хорошая помощь, очень серьезная. В таком объеме практически никто не отправлял. Это настолько в хорошем смысле характеризует рязанцев, которые откликнулись. И груз собрали, и вас, ребят, которые его повезут. Спасибо вам огромное, хорошей вам дороги. У вас всегда будет с нами связь, если что, всегда поможем. Где нужно, вмешаемся и без помощи не оставим. Надеюсь, что она не понадобится. Работать вдвое эффективнее призвал сегодня чиновников на правительстве губернатора Рязанской области Николай Любимов. Проблемные вопросы в наше непростое время вы должны решать как можно быстрее. Комфорт для рязанцев, внимание и забота должны стать главным лейтмотивом работы правительства. Папки с жалобами местных жителей уже переданы районным властям. Для них они должны стать стимулом. Те вопросы, которые на первое место выходят сейчас, особенно всем известны. Конечно, весна, снег сходит. Естественно, первое, что заботят жители, это состояние дорог. Тема благоустройства. Вот надо ежедневно мониторить состояние дорог. Во-первых, работать с теми подрядчиками, которые прошлый год и позапрошлый. Ну, то есть, те годы, которые входят сейчас в гарантийный срок по ремонтам. Работать с этими подрядчиками, указывать им на необходимость, если нужно, что-то подправить на тех дорогах, которые они делали. Это вот самая важная сейчас задача. И ежедневный мониторинг дорог, состояние тротуаров во всех муниципалитетах с немедленной реакцией. Официального празднования Масленицы в Рязани не было. Но сами рязанцы традиционно в день прощания с зимой жгли чучело по старой памяти. Кто не знает, поясню. Обычай этот языческий, а не православный. И сразу после него у верующих начался Великий пост. Масленичные гуляния прошли сразу на нескольких площадках Рязани. Речь идет именно об официальных площадках. Там праздник проходил с учетом санитарных норм. Не говоря о дворах и областных гуляниях. Основной площадкой стал Центральный парк культуры и отдыха. Здесь построили масленичную деревню. Подготовили тематические фигуры из сена. Гуляния прошли и в других районах. В поселке Солоча, Строитель, микрорайон Недостоева, парки имени Гагарина, у Дворца детского творчества, Моук-Лесопарк, скверах имени Александрова и имени Чумаковой, филиалах библиотек и детских школ искусств. Чучело сжигали только на неофициальных площадках. Городские власти от славной традиции отказались. Поэтому языческий ритуал поддержали сами горожане. Жгли чучело и развеивали прах по полям. У язычников считалось, что такая жертва обеспечит плодородие. У православных же это время Великого Поста. 48 дней с окончанием 23 апреля. Церковь делит пост на 4 части. Сейчас идет Святая Четыридесятница. В нее входят первые 5 недель и 5 дней поста. Каждая из недель поста имеет свое значение. Согласно традициям и церковному уставу, в первую и последнюю неделю пост соблюдают с особой строгостью. Запрещены все продукты животного происхождения. Есть можно только вечером, а по субботам и воскресеньям допускается убирать только завтрак. В остальные недели, в понедельник, среду и пятницу, едят только холодные блюда. А по вторникам и четвергам можно горячее, но без масла. По субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и немного виноградного вина, кроме субботы, Страстной Седмицы. Страстную пятницу рекомендовано не есть весь день. Год здоровья НКО. Инициатором этого проекта в 2022 году в Рязанской области выступили сразу несколько чиновников и правительственных организаций. Сегодня проект презентовали в Доме общественных организаций. В течение всего года более 4,5 тысяч представителей некоммерческих организаций примут участие более чем в 70 мероприятиях, направленных на укрепление здоровья. По плану представители НКО Рязанской области посетят профосмотры. Каждый участник проекта получит паспорт здоровья с результатами анализов и рекомендациями медицинских работников. Очень приятно, что такой проект вообще родился в нашем регионе. Сохранение жизни и здоровья наших людей – это самое главное, ради чего мы, собственно говоря, работаем. Пандемийный год уже и не один. Все равно, что там говорить, отразился на нашей активности, в принципе, и в том числе на занятия физкультуры, спортом и другими двигательными активностями. Но, тем не менее, у нас есть все шансы для того, чтобы найти, может быть, какие-то новые активности в рамках существующей реальности. Проект еще интересен и полезен тем, что его участники получат навыки здорового образа жизни. В летнее время проект предусматривает проведение мастер-классов и тренингов для участников акции с привлечением инструкторов по скандинавской ходьбе и оздоровительной гимнастике. Запланированы встречи с медицинским психологом, тренинги по профилактике и преодолению профессионального выгорания, интерактивные беседы по психологической разгрузке. В программе мероприятий запланированы мастер-классы с использованием приемов арт-терапии. По итогам года здоровья НКО участники проекта пройдут заключительное медицинское обследование. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное – качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Очередь к прилавку у торговых рядов с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» продукция только свежая. А самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Бутерброд с вкусной, свежей и полезной рыбкой будет украшением любого стола. Чавичи. Чавичи, а уже пробовали? Ну, я лично нет. Не пробовал. Первый раз, да? Палтус пробовал, чавичи нет. Попробуем, купим. «Икра очень вкусная. Бесподобная икра». К Новому году покупала. Очень понравилась икра. Рыба вся свежая. Едим с удовольствием всей семьей. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле – деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащие в икре, придают энергию и силы. А также активизируют обмен веществ. Я покупала здесь рыбу очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбицу, палтус и чавичи. Икру купили, белорыбицу и чавычу кусочек. Уже несколько раз покупаем. Очень вкусно. Икра считается чавичи самая крупная. Очень вкусная. Витамины, микроэлементы, омега-3. Нам, пожилым людям, обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень-очень приятно, что такая забота о нас. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 12 марта включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбой ждет вас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Эта пьеса попала в топ-10 большого российского конкурса Национальной ассоциации драматургов, автора на сцену. На афише спектакль был заявлен как комедия о семейных ценностях. Но на деле оказался скорее психологическим триллером, правда, со счастливым концом. На примере обычной семьи на сцене выделен конфликт между материальными и духовными ценностями. В праздничные дни рязанцы увидели в театре драмы спектакль «Шесть утра. Американо» молодого белорусского драматурга Влады Ольховской в постановке Олега Лобозина. Марина и Дмитрий – обычная семья, где нет бурных страстей. Они вполне довольны тихой и мирной жизнью. Но вот от встряски не уйти. Неожиданно они сталкиваются с мужем Мариной, пропавшим в США 15 лет назад. Выясняется, что Марина официально с ним не разведена, а дом, который она уверенно зовет своим, принадлежит ему. Теперь Марине нужно убедить мужа, что он должен не только развестись с ней, но и отдать все до копейки по доброте душевной и снова исчезнуть. И здесь в сюжет вплетается сестра Марины. У Марины началась паника. Она оказалась брошенной. Только я ее не бросал, она отлично это знает. Не важно, что ты делал или не делал, или ты собирался делать. Важно, как это выглядело со стороны. Отдельно стоит отметить работу художника-постановщика Ульяны Ереминой за создание оригинальных декораций и костюма под хохлому для всех действующих лиц, что сразу настраивает зрителя на ироничный лад. Красной нитью через спектакль проходит мысль о том, что каждый из нас не только умеет создавать себе проблемы, но и способен их решить. Спектакль жизнеутверждающий, искрометный и в непростое время напоминает о том, что жизнь хороша, даже если есть несветлые полосы. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Партнер программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Свежие рыбные деликатесы ждут вас у торгового центра «Премьер». Ну а я с вами прощаю и желаю вам всего самого доброго. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 7 по 12 марта. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова